привет всем не хочу злорадствовать просто хочу сказать пару мыслей по поводу свежего дела и свежих новостей по делу богданы осиповой кто не слышал это свежий кейс как свежий у него история длинная но кончилось тем что на днях где-то в пределах меньше месяца назад даму из россии которая была замужем в свое время за гражданином сша ее посадили в сша посадили на семь лет за похищение собственных детей и за вымогательство посадил не какой-то отдельный проплаченный судья это был суд присяжных всего было пять пунктов обвинения по трем пунктам его признали виновный то есть человек вывез из сша годовалого ребенка годовалого от отца без его ведома и там на месте родила еще и второго там на месте тоже в россии имеется ввиду а кроме этого не еще был первый старший тоже гражданин сша то есть общем картина с кем имеем дело примерно понятно я понимаю что у меня конечно искаженные взгляд на такие вещи и сама многие люди не согласятся но я в общем вижу довольно целостную картину сразу кто этот человек был какая интересная магия получается понятное дело что живи она в одной стране то есть например будь она в америке и муж в америке она могла бы из него там не знаю провернуть его в мясорубку живьем и странно что она этого раньше не сделала она вспомнила про так называемое его домашнее насилие уже когда ее за джабра взяли до этого я так понимаю что если бы малейший какой-то намек был на домашнее насилие его просто съели бы живьем тогда еще этого американского военнослужащего живи она в россии вместе со своим мужем то она соответственно провернула мясорубку мужа здесь под любым соусом давим все знаем как это будет но в такой магической ситуации когда муж остался в сша и он гражданин сша и детей вывезли из сша в сторону россии неожиданно оказывается что все совершенно стандартные общепринятые разговоры на тему там что хочешь видеться с детьми надо за это денег забашлять оказывается все это сразу превращается в похищение человека и вымогательство такая вот магия странно что внутри страны так не обращаются с этими вопросами казалось бы все легко если бы ей максимум впаяли который ей там собственно за похищение детей по моему максимальный срок и грозил три года ну вот но за вымогательство денег там все гораздо серьезнее по общей сумме обвинений там было грозил до 80 лет вот в итоге с учетом всех там скидок и доказано не доказанного и дали 7 отец соответственно последний раз своего старшего ребенка видел когда ребенку было год а младшего не видел вообще так прямо кроме как по скайпу там иногда то есть сколько вот он ну там 55 лет это история 2014 года тянет значит пять лет он детей не видел очно вообще можно как бы понять наши местные тут расклад до марина захарова от имени россии говорит я не понимаю как такое можно приговорить я например в отличие от марин захару и очень хорошо понимаю то есть если называть вещи своими именами то до похищение из похищения вымогательство есть вымогательство вся магия в том что все это происходит не на территории одной страны на территории двух разных и теперь ситуация патовая мама сидит в сша и ей обещано что ну детей привезите в районе это самый из россии в сша и мы вас там отпустим или срок скостим в общем как-нибудь там решим вопрос сделку с правосудием сделаем а она соответственно говорит что сначала меня отпустите потом я из россии привезу детей я конечно не знаю из каких соображений исходит американское правосудие я бы например тоже не поверил гражданке осиповой учитывая всю предысторию и знаю местную психологию я бы тоже и верить не стал с нашей стороны я так понимаю никто ее там по требованию лаврова и так далее не отпустит не то чтобы я желаю и в общем сидеть вечно хотя надо сказать что те кто сокрушаются о том что мать решили лишили детей я так понимаю мать которая лишил детей отца таким образом как она это сделала она сразу дисфункциональный родитель была так что то что дети с ней не имеют дело возможно работает в пользу детей они против них так что тут вполне вероятно про отца мы ничего не знаем гадать не буду мало ли чего но я так понимаю никаких доказанных против него обвинений нет в общем патовая ситуация никто никому не собирается идти на встречу потому что это означало бы в общем подставиться да но я думаю все таки проще наверно было бы детей переправить с сша потому что по крайней мере там у них возможности жизненных больше когда говорят действовать в интересах детей вот вам тот самый случай где в интересах детей детям лучше жить при прочих равных в сша или в россии ну ясно дело что в сша там все-таки папа и там военные да здесь не пойми что сейчас на ком там дети числятся на какой-то там то ли двоюродной тете там то ли в общем очень на ком-то совершенно посторонним и уже несколько лет то есть дело-то длится ее за жабры взяли в семнадцатом по м году когда она приехала видимо то есть сначала по телефону были переговоры по поводу денег скорее всего то есть вот потом она приехала значит в суде поучаствовать по поводу раздела там же муж еще и умудрился в сша получить стопроцентную опеку над детьми опеку в их значение слова опека то есть дети стопроцент времени должны переживать проживать с ним вот она приехала поторговаться видимо по этому поводу вот ну и наверно ляпнул что-нибудь по телефону что было записано по поводу денежек там и так далее угроз ну и все ее приняли под белые ручки и вот теперь у нас сидит что было бы справедливым поэтому дело что вечно и держать там смысла никакого нет и держать ее там можно дровно до момента когда дети мне дети не станут совершеннолетними не смогут сами принять решение о тонку где они хотят жить раз другого выхода нет никакого то я так понимаю единственные справедливые вариант данного случае она будет сидеть в сша столько лет сколько дети не будут видеть отца вот жаль как бы это все очень грубо до некоторой степени чудовищно но сделано то это все ее руками вот никто же за язык не тянул никто ее насильно самолет не сажал человек сам это сделал вот какая магия это бумаги да еще бы действовала внутри одной страны что сша что россия цены бы не было этим семейным законом но пока вот так всем пока удачи следите за новостями по гражданку осипову